Дайджест недвижимости Муниципалитеты смогут уточнять границы земельных участков за бюджетные деньги. Об этом пишет российская газета со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Павла Королева. В стране порядка 30 миллионов участков не имеют точного описания границ, что становится проблемой при каких-либо сделках с землей. Сейчас, например, перед продажей гражданам приходится исправлять описание границ за свой счет. В будущем же муниципалитеты, а в городах федерального значения региональной власти, смогут выступать и заказчикам работы, а исполнителей станут отбирать по конкурсу. Если законопроект будет принят в этом году, то начнет действовать уже с нового года. Но реальные работы начнутся, вероятно, не раньше следующего, после того, как муниципальные региональные власти заложат деньги на комплексные кадастровые работы в свои бюджеты, считает Королев. Дайджест недвижимости Атекс повышает цены на квартиры. Повышение сезонное, говорится, на сайте компании. Теперь цена квадратного метра в доме бизнес-класса «Премьер Лайф» будет варьироваться от 48 до 51,5 тысяч рублей. В жилом комплексе «Первый» на Московской квадратный метр теперь стоит 42 тысячи рублей. При первоначальном взносе от 30% предоставляется рассрочка. Дайджест недвижимости Цены на вторичное жилье в Кирове. По данным информационного агентства «Роснет.ру», в сентябре средняя стоимость квадратного метра составила 51 тысячу 840 рублей. В анализ были включены более тысячи объектов. Самой дорогой сделкой на вторичном рынке жилья в сентябре стала продажа квартиры на улице Казанской площадью 156 квадратных метров. Покупатель заплатил за нее 12 миллионов рублей. Абсолютный минимум прошлого месяца – 750 тысяч. За такую цену была продана малосемейка на улице Красина площадью 12 квадратных метров. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин